Новокон И потом показал Правильный путь И приказал следовать этому Потом сообщил Путь неправильный И предостерег Не следуй этому Иначе будет Наказание Но Аллах Не Не посягает На его свободу воли На Его свободу действовать Он может совершать Как благие, так и плохие Дела Аллах не вмешивается Пока Потому что Закон установлен так Что за все придется отвечать В судный день А в этой жизни Он дает шанс и время Но он человек согрешил Потом Прошло некоторое время Он Обдумал это все Взвесил И понял Что Он На неправильном пути И потом решил Оставить это все Вернуться На правильный путь Исправить себя Вот для того Для всего этого Аллах дает Время Шанс И возможности Но Нигде Ничего Из Человеческих Поступков От конкретной Личности Индивидуума Заранее Как сценарий Аллах не пишет Что значит выражение В одном из Аятов Курана Нет живого существа Которого Аллах Не держал За Это Разве не говорит Что мы По сути Марионетки Это в Одиннадцатой Суре На Валси Это то же самое Что Аллах Ведет Всех Там Говорится Не о людях Там Гуд Алейсасалам Говорит Там Говорится О О Природе О живой Природе Все что Двигается Летает Аллах Дает Им Пропитание И Вот в этом Контексте Говорится Наваси Наваси Это вот За Хохол Написал Это значит Аллах Ведет Их Как ведет Аллах Живую Природу В других Сурах Мы видим Например Сура Из Пчела Аллах Написал Туда Код Как Должна Действовать Что Она Должна Делать Собирать Нектары И Делать Мед Вот это А так Чтобы Каждого Держать 7 Миллиардов Рук Должно Должно Быть Это Антропоморфические Это Средневековые Примитивные Представления Куран Использует Все Элементы Все Все Обороты Речи Фразологизмы В общем Это Собрание Не только Фактов Аэтов Это Собрание Также И словесных И элементов Словесного Искусства Турбоскептик Скажи Даже Если Если Вы Остались В Своих Домах То Те Кому Была Предначерта Гибель Неверенно Вышли К Место Где Им Суждено Было Полечь Кемаль Можете ли Этот Аэт Быть Довод В Пользу Предопределения Нашей Судьбы 3 154 Эти Аэт О Мунафихах Которые Делали Укор Будто Верующие Ошиблись Последовав За Пророком Если Не Вышли На Войну То Спокойно И Благополучно И Безопасно Отсиделись В Своих Домах Это Мунафиха Так Говорили И В Этим Аэт Аллах Опровергает Если Они Сидели В Своих Домах Если Вы То Мунафихы То Не Думайте Что Вас Смерть Не Может Достичь Вас Смерть Достигнет По Любому И Везде Но Вопрос Какая Это Будет Смерть Смерть Героя На Пути Аллаха Это Тоже Смерть Но Смерть Труса Который Скрывается С Женщинами Дома Это Тоже Смерть Вот Вот Эта Полемика Идет А эти Слова Как Суждено Было Полечь Непременно Вышли Бы Это Не В пользу Предопределения Если Если Смерть Смерть Наступит Человек Умрет Будь То На Поле Боя Или Дома В Хуране Указано Об Абсолютном Предопределении Или Все-таки Свобода Воли Человека Тоже Имеет Значение Предопределение Это Не поступки Человека А Его Возможности Но Скажем Тысячи лет Человек Не проживет Или Выше Своего Роста Не прыгнет Но Проблизительно Вот Это Тонну Одной Рукой Не Поднимет То Его Физический Потенциал Возможности Даны Заранее Точно Так Живот Например Компьютер Какой Мощности Процессор Сколько Там Чего Байтов Гигабайтов Терабайтов Есть Четко Ограниченное И Может Работать Вот В пределах Данных Производителем Производитель Человека Тоже Дал Определенные Рамки Он Может Действовать Внутри Этой Рамки Но Внутри Этой Рамки Есть Плюс И Есть Минус Есть Хорошее Деяние Есть И Плохие Деяния Какие Именно Решает Человек Если Он Будет Там Все Грешить И Совершать Куфр От этого Мироздание Не Разрушится Или Мощь Аллаха Не Уменьшится От Этого Будет Грех На Них Самих Аллах Создал Природу Таким Вот Без Природа 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 Но Человек Без Природы Прожить Не Может Если Вы Человек Сделали Все Люди Собрались И Делали Хорошие Дела То Мощь И Слава Аллаха Они Не Сделают Чуть Больше Больше От Человека Ничего Не Зависит В Природе Или В Аллахе Человек Будет Действовать Положительно Или Негативно Себе В Пользу Или Себе Во Вред Но Что Он Будет Совершать Он Выбирает Сам В Душе У Него Есть Потенциал Совершать Хорошее Или Совершать Плохое Выбирает Он Сам Какое Он Будет Выбирать Зависит От Разных Факторов От Генов Например Если Родители Были Наркоманы То У Ребенка Тоже Будет Пред Предрасположенность Но Если Его Воспитать Что Довести До Него Что Это Плохо Он Может Это Оставить Или Наоборот Если Родители Были Здоровые И Интеллектуальные Люди У Их Детей Тоже Есть Уже Оврожденное Влечение К Знаниям И К Размышлению И В общем Похожие На Родителей Это Один Фактор Другой Фактор Уже После Рождения Воспитания Обучения Или же Другие Жизненные Ситуации В Какие Круги Попадают Или Какую Пропаганду Какую Пропаганду Делают Другие Общества Государства Семья И так Далее Вот Эти Вещи Формируют Его Как Гончар Делает Из Глины Аллах Приводит Глина Гончарное Ремесло Именно Вот В этом Смысле И Под Воздействием Вот Этих Всех Факторов Человек Формируется Он Будет Выбирать Это Или То Действие Сура Фатр Первый Аят Хвала Аллаху Творцу Небес Земли Сделавшему Посланцами Ангелов С двумя Тремя Четырьмя Крыльями Он Преумножает В творение Что пожелает Воистину Аллах Аллах Способен На Всякую Вещь Тоже Неправильный Перевод Неправильный Перевод Слово Ангел В Хуране Не говорится Ка Теориями Ангел Ангел Это Западноевропейский Мифический Или Мистический Мифологический Мифологический Образ Вот этот Ангел С крыльями Со Стрелой Там Помните Купидон Младенец Таких Ангелов В Хуране Нет В Хуране Маляйка Маляк Это то что Сильный Сама Сила И носитель Силы Вот это Маляк Аллах Сделал Маляйка Руслан То есть Аллах Отправил Свои Аргументы Которые Тоже Сильные И Перед Ними Никто Не может Привести Контр Аргумент Настолько Сильные По Моим Выводам Там Есть Таблица Система Этот Аят Совпадает С 22 Аят Сур-Вахра 22 Аят Сур-Вахра Говорит Приводит Первый Аргумент Поклоняйтесь Аллаху Который Сотворил Вас И Тех Кто До Вас Чтоб Быть Богобоязненным Аллаху Который Сделал Землю Для Вас Ровной Первый Аргумент Никто Из Других Богов Не Сможет Сделать Этого Первый Аргумент Небо Высью С Неба Низвел Воду И Последствием Этой Воды Произрастил По Земле Разные Плоды Поэтому Не Делайте Богу С Товарищей Зная Что Никто Из Них Не Сможет Сделать Вот Эти Четыре Самые Сильные Аргументы Аллаха Сделать Землю Прожиточным Небо Высоким Оттуда Дать Воду И Дать Плод Если Развивать Вот Эти Четыре Элемента Аргумента То Можно Вводить Еще Большую Симметрию Но Я Не Буду Дальше Распространяться Ангелы С Двумя Тремя Четырьмя Крыльями Это Значит Вот Эти Четыре Аргумента Хотя Одного Аргумента Достаточно Чтобы Доказать Что Никто Не Сможет Сделать Это Кроме Аллаха Но Аллах Приводит Четыре Аргумента Это Это Уже Вообще Нокаутирующий Удар Предопределение Законы Физики Да Законы Физики Законы Химии То Есть Неизменные Законы Творения Скажем Воду Вот Если Опустить Потечет Вниз По Законам Гравитации Да Притяжение Везде Это И здесь И в России В Казахстане Везде Это Вот Так Аллах Предопределил Что Будет Гравитация Будет Притяжение И По Четкой Оформуле И Закона Вот Это Предопределение Например Аллах Говорит Мы Не Спаслали Воду По Бикадар Это Значит Сколько Нужно Для Мекки Мы Спаслали Вот Столько Если Кто Не Хочет Давать То Это Значит Его Проблема Надо Вам Решить Делать Дават И так Далее Надо Распределить По Справедливости Потому Что Аллах Дал Воду Достаточно Для Всех И То же Самое Со Всеми Ресурсами В общем Предопределение Это Абсолютно Все Созданное Аллахом Нет Не Созданные Вещи Предопределения А Мера Мера Границы Вот Солнце Вокруг Солнца Движется По Орбите Земля И Другие Планеты Вот Это Тахдыр Залека Тахдыру Азиз Али В суре Ясен Говорится Когда О солнце О луне Залека Тахдыру Азиз Али Аллах Дал Вот Этот Закон Установил Вот Все Никто Не Сможет Это Нарушить А То Что Человек Будет Совершать Будет Ли Он Совершать Там Грех Ширк Убийство Кражу Или Наоборот Будет Соблюдать Справедливость И так Далее Этот Человек Сам Решает Сам Выбирает Если Везде В Каком-либо Племени Распространено Например Многобожие То Пророки Приходят И делают Самое Правильное Они Обращаются К их Умам Чтобы Добиться Того Чтобы Они Добровольно Выбирали Не Ширк Единобожие Значит До Этого Были Какие То Факторы Все Постоянно Пропагандировали Прозывали Ширку И Внушили Им Что Это Правильно И Пророки Приходят И Объясняют Истину Нет Это Неправильно И Как Только Люди Начинают Понимать Что Это Действительно Ошибались Мы Ширк Это Нехорошо Вот Тогда Начали Оставлять И Переходить На сторону Пророка И Держаться Единобожие Вот Так Вот Делается Но Они Тоже Говорили Если Аллах Захотел Мы Ширк Не Совершали Они Вообще Не Понимают Что Аллах Захотел Как Аллах Установил Как Аллах Создал Человека Что Значит Свобода Воли Свобода Выбора Они Этого Ничего Не Знают Все Свои Грехи Они Перекладывают На Предопределение Вот Я Там Совершил Ширк Это Значит Аллах Написал На Роду Написано Черный Камень Его Целование Это Нововведение Может Это Не Нововведение Может Быть Это Даже На Оборот До Куранические Может Быть Но В Куране Нет Ни Черный Камень Ни Его Целование Откуда И Для Чего Есть Разные Версии Поскольку В Куране Этого Нет То Надо Понимать Что Это Людское Люди Сами Добавили Это В Мусульманство Это Надо Смотреть На Историю Арабов На Историю Кааба На Историю Кураевщ Нет Там Пользы Для Человеческой Жизни Благодарю За Внимание За Участие И За Вопросы Жду Вас В Среду В 19.00 По Московскому Времени Ассаламу Алейкум Ва Рахматуллахи Ва Баракату